...представляет программу Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Когда я открыл утром твиттер, то рядом стояли две новости. Одна про Антона Носика, а вторая про Илью Глазунова. И как только я скользнул взглядом, новость про Антона, я вскрикнул. Это требует пояснения, это важно. Поскольку я уже не молод, то весьма спокойно отношусь к сообщениям про смерть известных людей, моих современников. Увидев подобную новость, я молча киваю головой, ибо, конечно, жалко человека. Иногда я делаю перепост, написав сверху «большая потеря» или «очень жалко». Но никогда не пишу, как мы теперь без него, или дальше жить бессмысленно, ибо прекрасно понимаю, что без всех мы сможем жить. Так устроен мир. После смерти многих моих близких я понимаю, как это работает. Сначала ужас потери, а потом этот ужас как будто покрывается каким-то тонким льдом. Далее этот лед незаметно становится толще, а потом все как-то отдаляется. И через несколько лет ушедший близкий иногда пробьется к тебе через фотографию или предмет, который случайно попал под руку и был для вас обоих любимым и значимым. Поэтому тут важна первая реакция. По фамилии Глазунов я просто скользнул взглядом, ибо этот человек, конечно же, не хочу сказать ничего плохого о нем, никем для меня не был. Мы жили как на разных планетах. Он рисовал картины, которые мне не нравились. Он занимал жизненную позицию, крайне мне чуждую. Он, видимо, был выдающимся художником, но не в моей жизни. И царство ему небесное. Что касается Носика, то тут дело другое. Мы почти не были знакомы. Я не очень интересовался его прошлой или нынешней жизнью. Мы были географически далеко, но неким странным образом он все время был рядом со мной. Думаю, не я один делю людей, которые пишут в интернете на обычных и тех, которые ты мастрит, должен читать. Так вот, Носик был один из тех немногих, которых я читал в обязательном порядке. Я не считаю себя глупым человеком, но мне нужно было обязательно знать, а что думает именно он. И я читал его часто огромные материалы, изобилующие ссылками, отсылами и примерами. Его живой журнал, Life Journal, возвращал меня к забытой традиции читать длинные тексты, ибо его тексты были нагружены важными мыслями и выводами. Он был как модные теперь переносные аккумуляторы, от которых подзаряжают телефоны. Я бы назвал любые его писания интеллектуальной санацией, которая необходима, как чистка зубов в ежедневном режиме. Еще в его писаниях трудно было определить его возраст. Можно было дать и 70 по глубине выводов, по тончайшему пониманию каких-то неписанных законов жизни и развития общества. А по мировоззрению, по тяге к переменам, по неприятию совковой задхлости, он был не старше той самой шкалоты, которая бегает с шариками с именем Навального. И я вскрикнул ровно потому, что понял, как-то вот за секунду, за долю секунды этого больше не будет. Вот жил человек и дарил мне все это, и вдруг он умер. Что за безобразие? Кто разрешил? Вообще-то, я точно знаю, что есть в мире какие-то правила, которые мы себе придумали, потому что они естественны. К примеру, дети не должны умирать раньше родителей или жены раньше мужей. То же касается интеллектуалов. Они вообще должны жить вечно, ведь их мысли стали для нас ежедневным наркотиком. Поэтому Антон Носик не прав, что умер. Конечно же, пройдет пару лет, и память про Антона покроется этим литком забвения, особенно если учесть, что он писал обо всем злободневном и актуальном. Его работы не были направлены в диссертационную вечность. Во всяком случае, я таких не видел. Может и есть. Но у тех, кто его знал, останется послевкусие его жизни. Я это так называю. Вот это самое важное в памяти о человеке. Память о человеке – это совсем не памятник ему, не тома о нем написанные. Просто будет кто-то разговаривать лет через двадцать о чем-то социальном или интернетном, и вдруг всплывет фамилия Носика. Если вы будете при этом разговоре, то проследите за лицами людей. На них будет отчетливое сожаление и горечь, сколько бы лет ни прошло. Как и на вашем лице, сейчас, если вы знали замечательного Антона Носика. Здравствуйте. Итоги недели без Евгения Киселева. Соломин, Нарышкин, Донопольский, Светлана Ростовцева. Звукорежиссер нашей программы. Добрый вечер, ребята. Здравствуйте. Давайте начнем. Эхо Москвы. Это программа «Донопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели. Вот послушайте, что по итогам события недели, того события, которое мы выбрали, написал Дональд Трамп сам в Твиттере. Я дважды, послушайте и просто попытайтесь это представить или прочувствовать. Я дважды решительно надавил на президента Путина о вмешательстве России в наши выборы. Он яростно отрицал это. Я уже высказал свое мнение. Мы договорились о прекращении огня в некоторых частях Сирии, что спасет жизни людей. Теперь пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией. Мы с Путиным обсуждали вопрос о создании подразделения по кибербезопасности. Умилительно, не правда ли? Такое достаточно скорое единение двух действительно политических лидеров, которым предписано было друг с другом, ну если не воевать, то во всяком случае сильно ругаться. Потому что сейчас и Америка не очень понимает, что делает Трамп, и почему он, видимо, так нерешительно все-таки надавил на него, что Владимир Путин яростно его переубедил в своем вмешательстве в американские выборы. И не поймут Владимира Путина здесь, потому что здесь люди вообще уже давно не понимают то называть, то Трамп чему, то Трамп ничему, то Обама чему, то Обама ничему. И вот эти вот резкие перипетии, резкие перемены в геополитических настроениях мира, они нашему человеку, они мало того, что не близки, непонятны ему. И поэтому мне кажется, что встреча в верхах, которая, безусловно, отмечена как прорывная встреча для российского и американского лидера, будет, видимо, непонятой ни эстеблишментом, ни населением двух стран, которые они представляют. Но, тем не менее, мы сделали это событием недели, потому что, действительно, страны, ну, это те страны, которые вот в таком виде не встречались уже давно. Да? Давай зададим предложение. Обамой. Да. Они холодно друг на друга смотрели, и, мне кажется, наговорили друг другу много гадостей. А Дональд Трамп и Владимир Путин, судя по всему, гадости, если и говорили друг другу, то весьма формально, потому что они должны были эти гадости сказать, но так им предписано внешней политикой своих государств. Мы решили задать вам вопрос. Он связан с одним из аспектов международных отношений России и США. Вы знаете наверняка, что параллельно с этим процессом, как мы можем, конечно, относиться к этому по-разному, США назначают специального человека, Курта Волкера, спецпредставителям США по Украине. И говорят, что именно ему сейчас предстоит принимать какие-то ключевые вещи или давить на украинское, российское руководство, неважно, в деле продвижения минских договоренностей. Пока никто не артикулировал, что США присоединяется к нормандской четверке, и такой более широкий формат будет работать. Но увеличение влияния американской администрации на события на востоке Украины происходит. В связи с этим мы решили вас спросить, как вы думаете, дорогие наштушители, способно ли участие США помочь в разрешении конфликта на востоке Украины? Если да, администрация США всесильна, США может помочь в разрешении конфликта на востоке Украины, тогда 660-06-64. Если вы в это не верите, тогда 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Вопрос еще раз. Способно ли участие США помочь в разрешении конфликта на востоке Украины? Если да, вы согласны с этим? 660-06-64. Нет, США не помогут. 660-06-65, Матвей Юрьевич. Вот, знаете, мы тут немножко с вами, конечно, ущербные люди. Дело в том, что в нашей жизни все так ничего не происходит, а то, что происходит столь ужасно, и это ужасно и не меняется, что мы хотим, как это все и сейчас. А вот я читаю заголовки, и я с этими заголовками согласен. Вот смотрите, и сейчас вас переубедю, да, по-моему, переубедю, что... Я за конструктивную работу с Российской Федерацией. Следующий заголовок. Трамп, двоеточие, санкции с Путиным не обсуждали. Перемен не будет до решения вопроса Донбасса. Значит, должны были два лидера двух самых больших стран встретиться? Должны были. Должны они были познакомиться. Я понимаю, что вот я, например, не хотел. Я, например, хотел, чтобы Трамп вошел, и, например, какой-то там сковородкой сразу Путина огрел. А в ответ Путин бы огрел его сковородкой. Вот нам бывает иногда, вот поскольку отношение к Путину специфическое, участие населения, в том числе и у меня, то бывают и такие желания. Но дипломатия, она, конечно, шире наших узких либерастических желаний. Значит, вот передо мной фотография. Не та, которой обосрался Соловьев, когда, значит, все лидеры стран окружают Путина. Прильнули к нему, да. Прильнули к нему. Я думаю, наши слушатели знают, что это такое. Тщательнее надо Соловьев. Не обсираться. А просто вот передо мной фотография. Они сидят и без переводчика, наверное, Путин хорошо освоил английский, разговаривают. Хорошо, что они разговаривают. Хорошо. Теперь о выводах. Конечно же, ничего не будет. Потому что позиция... Знаете, я тут интересную статью прочитал. Обратите внимание, в интернете есть статья Александра Морозова. Вот по поводу вот этих вот... По поводу Трампа, Путина, их встречи. Действительно, Морозов прав. Кто ему Трамп? Он столько лет президент России. Он стольких президентов видел. Он столько их в гробу видал, в гробу политическом. А он все на Олимпе. И будет, когда Трамп уже уйдет. Кто ему Трамп? Поэтому позиция Путина, она, конечно, на мой взгляд, самоубийственная. Но что мы хотим от Владимира Владимировича, который хуже Громыка с точки зрения господина нет? Позиция такая. Нас нет в Донбассе. Мы ничего не делали с проникновением в ваши выборы. У нас нет хакеров. Мы прекрасная мирная страна. Дальше пауза. И он говорит, а теперь, Трамп, все это съешь. Но Трамп, по всей видимости, не совсем лох и есть это не собирается. Поэтому вот все, что было, все и будет. И нормандский формат, я понимаю, что, может быть, люди сейчас проголосуют, что он будет хорош. Но хочу сказать Алеше Соломин, что для меня это пустотень. По той причине, что со скучающим видом, привычным для Владимира Владимировича, он будет сидеть на нормандском формате и говорить, мы-то тут при чем? Это гражданская война в Украине. Ну и вот эти вот слова, которые он сказал, что у нас с Украиной это самое, много общего мы там. Вот это вот цитаты, которые он сказал на пресс-конференции на G20. А плохое правительство Украины. Вот такое бандитское и нехорошее. Поэтому ничего не будет. И я надеюсь, что Трамп понял, с кем он встретился. У меня, если позволите, три соображения по поводу G20 и встречи Трампа с Путиным. Во-первых, не должно было быть никаких ожиданий и прорывов после того, как они встретились. И то, как подавалось даже в СМИ, вот это вот, они вместо запланированных получасов или 40 минут просидели в два раза больше. Это все ерунда. Люди знакомились, это нормально. Это не сейчас так говорим. Ты лжешь сам себе. Спасибо. На самом деле мы хотели... Нет, сам себе. Что мы хотели? Мы хотели, чтобы они договорились о чем-то? Мы хотели, чтобы хотя бы о чем-то они договорились. Нет, о чем можно договориться? Матвей Юрьевич, камон, ну что вы. О Сирии. И что? И как можно договориться? Как можно встретиться на два часа и внезапно договориться по Сирии? Сложно представить, что должны договориться два человека, которые увиделись друг с другом лично. Способов коммуникации у России и США предостаточно на различных уровнях. Но вы знаете, что перед любой договоренностью должен идти какой-то длительный процесс. Помните, та же Сирия и химическое оружие. Сколько сначала об этом говорили, до того, как были поставлены финальные какие-то подвеси. Ты лжешь сам себе. Что такое? Это заладили. Что будет какой-то прорыв хотя бы в чем? Я не вижу, например, здесь какого-то интереса к итогам встречи Путина и Трампа. Если честно, что здесь нужно? Здесь нужно, не знаю, что людям нужно. Бутерброд нужен людям. Что там Путин с Трампом встречают? Все равно Путин сделает так, как он захочет. Но это же общее такое представление. А американцам важно, чтобы Трамп Путину сказал, чтобы это не было отчетом перед Путиным о проделанной работе. Вот я думаю, Трамп назначенный тобой президентом Соединенных Штатов. Насчет Трампа у меня есть соображения. Это странно, что G20 закончился накануне и Трампу сутки понадобились, чтобы, видимо, как-то переварить все эти чувства. Еще раз через себя пропустите. Вот только сегодня он серию твитов выдал по поводу Путина и по поводу того, как он в этом кабинете для переговоров на него нажимал. Пытался получить ответ, и Трамп, я в этом убедился, Трамп склонен к очарованию различными персонажами, различными СМИ, различными деятелями. И он очарован в каком-то смысле Путиным. Хорошо, что... Может, это нам так кажется? Ну, мне так это кажется. Хорошо. А еще, слушайте, третье... Что-то он не сильно очаровался. Нет, ну почему? Почему? Он довольно... Ну, я так это вижу. Я вижу это по тональности его твитов. Я художник, я так вижу. Да, я художник, я так вижу. Все, никаких вопросов не может быть. Другой вопрос, что это очарование, оно не может в силу особенности американской политической системы конвертироваться в какие-то реальные решения. Каким бы Путин прекрасным не выступал на G20 в ходе общения с Трампом, все равно Трамп не может выйти и сказать, все, мы санкции отменяем, потому что так это не работает. А еще наблюдение насчет Путина. На самом деле, это не настоящее. Это вот фейк. Есть фейк-ньюс, а есть фейк-трамп. Это какой-то просто актер. А так он, на самом деле... Мне кажется, он его похвалил. Он сказал, что... Он имел в виду, конечно же, что это не карикатурный человек. Но он сказал, что Трамп неискренний. Трамп неискренний. Трамп телевизионный, это то же самое, Трамп неискренний. Все, Трамп перед вами, это человек, который надевает маску. Хорошо. И вспомните еще одну фразу, которую он так вот как-то бросил, что Рекс Тилерсон, госсекретарь США, Путин перечислял это, это наш орденоносец. Вот тоже такое ощущение, что Владимир Путин живет какой-то надеждой, что вот эти какие-то связи из прошлого, в частности Тилерсона с Россией, они сейчас вот возьмут и выстрелят. Что-то у них там щелкнет в головах, у Трампа, у Тилерса, она не подумает, да, черт возьми, да, мы должны дружить с Россией, к черту этот Сенат, Конгресс целиком, да, мы сейчас все отменим. Владимир Путин в этом смысле тоже любит заблуждать. Давайте хорошие новости, важные новости будем уделять много внимания, отсутствующие новости будем ее оставить на свое место и посылать ее в мусорный ящик. По мне встреча Путина и Трампа это отсутствующая новость. Поэтому вот мы о ней чуть-чуть поговорили, значит, тщательнее работать надо, Владимир Владимирович, наверное, посоветовал я президенту России, которому мой совет абсолютно не нужен. И позиция, что нас там нет, нас тут нет, и там нас нет, и здесь нас нет, и мы ни при чем, это, наверное, не есть самое лучшее, что может быть. По мощам и елей. А как проголосовали наши слушатели? 64% слушателей считают, что участие США способно помочь в разрешении конфликта на востоке Украины. 64% верят в лучшую. А, то есть это общий вопрос, там нет указания формата. Просто участие Соединенных Штатов. А, все, тогда извините, тогда я согласен с большинством. Евгений Киселеву тоже есть что сказать, и он как раз комментирует эту тему, итоги саммита G20, и в первую очередь встреча Трампа и Путин. Давайте его сейчас послушаем. Это программа Гонопольская и ее рубрика «Возвращение блудного Киселева». Мне кажется, что пока, на самом деле, мы слишком мало знаем о том, как в действительности прошла встреча Путина и Трампа. Во всяком случае, очень мало для того, чтобы безаппозиционно судить, как это делают некоторые комментаторы. Кто из двух президентов выиграл, а кто проиграл. И даже что касается того, принял ли Трамп объяснение Путина по поводу кибератак, поверил ли он президенту России, что российских спецслужб там в очередной раз не было или нет, мы, я думаю, еще не раз услышим по этому поводу взаимоисключающие версии. На самом деле, встреча, возможно, была не более, чем первым знакомством. И все, что на ней было сказано, не накладывает пока ни на Кремль, ни на Белый дом никаких конкретных обязательств. Возможно, именно поэтому так скупы комментарии. Возможно, Трамп и Тилерсон действительно уступали Путину и Лаврову с точки зрения дипломатического опыта. Возможно, действительно правы те критики, которые, как бывший посол США в Москве, например, Майкл Макфол, говорят, что это было серьезной ошибкой. Не взять на встречу искушенных помощников. Советника по национальной безопасности Макмастера и советника по всем делам, связанным с Россией Чиону Хилл. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм по завершении встречи Путина и Трампа так сформулировал общее отношение в Вашингтоне к очередному заокеанскому воежу Трампа. «Великолепная речь в Варшаве и провальная встреча с Путиным». Я напомню, Трамп в Варшаве сказал буквально следующее. Далее цитата. «Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран. Вместо этого Москва должна присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации». Еще в своей речи в Варшаве Трамп обвинил Россию в экономических преступлениях и кибервойнах, назвав это угрозой всему миру. Американская демократия, система сдержек и противовесов в любом случае будет мешать Трампу двигаться в направлении улучшения отношений с Россией, даже если бы он того действительно хотел. Плюс этому будут мешать обязательства Соединенных Штатов по отношению к НАТО, к Евросоюзу. И уж пойти на уступки по Украине, России Трамп точно не сможет, потому что все обвинения по поводу особых отношений с российскими дипломатами, с российскими спецслужбами, выдвинутые против людей его ближайшего окружения, никуда не делись. Продолжают работать все эти расследовательские комиссии, продолжается расследование, в частности, увольнение директора ФБР Коми. И самое главное, американская пресса, особенно либеральная, продолжает против Трампа жестокую войну. Какие уж тут уступки России. Мне кажется, значительно более важное событие, нежели встреча Путина и Трампа и какой-то невнятный разговор, о котором мы в действительности очень мало знаем, это назначение давнего сторонника жесткой линии в отношении Москвы Курта Волкера на пост спецпредставителя по Украине. В конце концов, именно он будет разрабатывать политику США в этом вопросе. Так уж устроена американская политическая жизнь. Так что я не торопился бы говорить, как некоторые, что все пропало. В действительности все впереди. Это Евгений Киселев в программе «Гонопольская». Давайте сейчас на новости прервемся. Рекламу через пять минут мы продолжим наш эфир. «Эхо Москвы» представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Те же в студии, мы продолжаем. У меня, знаете, одно единственное соображение, замечание к нашей предыдущей теме. Мы, как всегда, много времени посвящаем главному событию. Много людей сейчас, как я сказал про Трампа, очаровываются. Много людей обольщаются в связи с тем, что Трамп что-то говорит, какие-то слова произносит по поводу Украины. И Евгений Киселев тоже живет какими-то надеждами. И, наверное, украинские граждане тоже живут какими-то надеждами. Слушайте, оставьте свои надежды, ничего не получится. Не ждите от Трампа ничего хорошего. Потому что, посмотрите, ситуация с Северной Кореей. По-моему, гораздо проще, чем то, что происходит на Украине. Трамп кидал, все раскидывал понты, авианосца направлял. Да-да, мы не оставим без ответа. Вот сейчас мы накажем Ким Чен Ина. Отлично, на минувшую неделю протестировали баллистическую ракету межконтинентальную, которая и до США может долететь, и куда угодно. Какой ответ от Соединенных Штатов, от Трампа? Ничего. Засунул язык себе в задницу и молчит. Ничего сделать не может. Если он не может расправиться с Ким Чен Ином, авианосца туда направить, разбомбить Пхеньян, значит, он не сможет ничего сделать и по Украине. Это ужасно. Три с половиной года, товарищи, в том числе на Украине, ждите следующего президента. С этим ничего у вас не получится. Не вернется к вам Крым и не будет мира в Донбассе. Да, но это ты специально провоцируешь, да, чтобы ты думаешь, что я что-то такое буду говорить про Украину. Нет, я просто замечу одну вещь. Я замечу одну вещь. Я очень надеюсь, что ты это сейчас говорил несерьезно. Потому что, если бы ты сказал это серьезно, то это значит, что ты не понимаешь, что такое политика. И что он не министр обороны и не начальник генштаба Трамп, а он президент. Он политический руководитель Соединенных Штатов Америки. Поэтому, прежде чем бросать своих солдат на какую-то войну и чтобы, например, погибла Южная Корея. А ты знаешь, наверное, ты читал, что они прекрасно понимают, что первый удар будет по Южной Корее, как сателлита Соединенных Штатов Америки. Ты должен понимать, что лучше, когда пушки молчат. История Северной Кореи оказалась, что Трамп трепло. Ну, например, с какого буду на... Извини, но вот ты что думаешь? Я ничего не читаю, ничего не знаю? Ты читал ли новость, дорогой Нарышкин, что Китайская Народная Республика Наша Славная полностью разорвала военное сотрудничество с Северной Кореей? С чего бы это? Да неужели она сама захотела? Не знаю. Давай не продолжать этот разговор просто. Дорогие радиослушатели, не слушайте, пожалуйста. Нарышкин... Отличный совет. Вас троллит, вас троллит, троллит и провоцирует. Я сказал то, что вы думаете. Слушайте, это... Есть такое даже выражение. Хорошая мысля приходит опосля, да? Она такая может быть деревенская, тем не менее. Тогда твоя настоящая мысля, надеюсь, придет к концу передачи. Поехали. Пока. Сегодня просто мы еще в дорожной карте будем говорить о такого рода саммите. И я думаю, что опосля у Нарышкина растечется на целый час. У меня будет еще шанс реабилитироваться. Герой. Елена Милашина, журналист новой газеты, которая написала очередной материал, посвященный ситуации в Чечне. И в частности, ну я не знаю, можно ли назвать это обвинениями в адрес чеченского руководства. Тем не менее, есть определенные фактуры со ссылки на источники в Следственном комитете Чечни и в администрации Чеченской республики о том, что в январе случилась массовая казнь людей, которые были задержаны абсолютно без повода. Им не были предъявлены никакие обвинения. И Новая газета публикует список тех, кто был убит. Этих людей потом быстро-быстро после их гибели захоронили. Родственники боятся говорить о том, что произошло. И есть реакция от чеченского руководства, в частности, министра по делам информации, национальной политики. Просто Джамбулат Умаров сказал, что это ложь. Единственное, что я думаю в этой ситуации важное. В какой-то другой стороне такой материал автоматически был бы внимательно изучен правоохранительными органами. Была бы публичная реакция и МВД, и Следственного комитета, и кого угодно. Может даже Путина. Ну, не Путина, президента. Моментальная эта история была бы главным событием. Мы бы, наверное, в нашей программе делали бы это главным событием. Потому что был бы огромный колоссальный резонанс. А что мы имеем здесь? Есть только комментарии. Я видел Москалькова и нашего уполномоченного по поводу этой ситуации. Что она вроде как разбирается. И все. И молчок. И, собственно, из Чечни вполне ожидаем вот этой реакции. Это ложь. Не в первый раз чеченские руководители говорят, что все, что пить новая газета, это ложь. Мне кажется, очень важен еще и тон Елены Милашевны. Он совершенно правильный и совершенно журналистский. Это не крики «Срочно сажайте Рамзана Кадырова в тюрьму». Нет. Она справедливо замечает те данные, которые мы предоставляем. Это не доказательство того, что это действительно было. Но это, безусловно, уже повод провести расследование. Если есть подозрения на совершение преступления, то извольте, пожалуйста, институты. Давайте работать. Если вы уж называетесь институтами власти, то давайте делать те вещи, которые прописаны в законах. Которые вы должны по закону делать. И это очень важно, что новая газета постоянно об этом власти напоминает. От вас не требует чего-то сверхмерного. От вас не требует, не знаю, оправдания виновного или наказания невиновного. Вам говорят, займитесь своей работой. Вот есть обращение, есть подозрения. Проверьте. Свяжитесь. Ведь этого даже не делается. Ну, коротко. Во-первых, мне кажется, ваш наезд на Следственный комитет, на Генеральную прокуратуру несколько преждевременен. Потому что это дело только проявилось. Кроме того, ребята, давайте будем, ну так сказать, не будем делать вид. Вы понимаете, что в любом случае игры с Чечнёй, Генеральной прокуратурой Следственного комитета и Кремля, это всё очень серьёзно. Поэтому, если это действительно было, то есть мы не знаем, это было или не было, то это слишком серьёзно, чтобы так с наезда говорить. Это будет иметь далеко идущие какие-то последствия. Поэтому давайте не разжигать, а просто подождём. Потому что, вот знаете как, для нас будет, это то, что сказал сейчас Соломин. Он сказал очень важную вещь в кое века. Обычно это не происходит в передаче нашей. Вот он сказал, ничего нет, ничего нет. Хотя, вот знаете, какой для нас с вами будет маркер действий власти? Не то, что власти скажут, что это было или этого не было, а совсем другое. Есть расследование или нет расследования. Но кирпич слишком большой. Вот эта история, она на улице не валяется. Тела, наверное, валяются на улице. Но не эта история. 26-27 человек, это уже, ну не все не пустят на порог, как в родовой деревне по делу Немцова. Понимаете? Значит, давайте посмотрим, будет ли следствие, вот здесь очень важно, откроет ли следствие наши следственные органы. По факту публикации газеты. Если же мы с вами увидим, что все это ложь и так далее, а потом выступление наших уважаемых товарищей и следствия комитета генпрокуратуры, которые скажут, мы проанализировали, ничего этого не было, следствие, мы не будем открывать следствие. Вот если они скажут, мы не будем открывать дело, вот тогда становится понятно, что читайте Латынину каждую передачу в ее разделе, где она говорит про взаимоотношения Кремля и Ахмата Рамзановича Кадырова. Можем идти дальше? У нас еще тут есть герой, и мы сделали вторым героем Алексея Навального, я честно скажу, я предложил его героям. Ну да, мы же не хотели, конечно, это понятно, мы с Нарышкиным Навального-то не любим, мы Путина любим, а вот Нарышкин у нас... А я-то как раз бы и не стал его героизировать в обычной ситуации. Ах, вот в чем дело. Да, но... Ну-ну-ну. Мне кажется, что последнее поведение силовых органов в отношении молодых ребят, которые представляют собой участников штабов Навального, или активистов, которые выходят на улицы, волонтеры-активисты, которые выходят на улицы с акциями, позволяющими привлечь внимание к этому произволу. Мне кажется, что действия силовых органов последних дней весьма агрессивные, непонятные, необъяснимые абсолютно никак. Причем мы видим, что даже сами сотрудники сталкиваются с проблемой в том, как это законным образом так характеризовать. Создает вот это агрессивное действие силовых органов, создает нам необходимость обратить на это внимание. Понимаете, если, как обычно говорят, если дым идет, значит, ну, что-то там не так происходит. Вот если Навального бьют, то что-то тут не так. Значит, что-то тут, ну, понимаете, надо, видимо, как-то попытаться разобраться в этом. Почему вдруг решили этим заниматься? А нет ли тут... На мой взгляд, просто Владимир Путин принял решение. Принял решение идти на президентские выборы. И принял решение не рисковать. Не играть в демократию, не играть в популизм либерального толка. И не соревноваться с Алексеем Навальным ни в каком виде. А действовать жестко, потому что цель для него стать президентом. И она, судя по всему, оправдывает средства. В данном случае он ведет себя абсолютно как герой сериала «Карточный домик». И самое страшное, что его в этом поддержат 86% его ядерного электората. Если это объясняется необходимостью сохранить стабильность, понимаете, не допустить вот таких вот странных течений и революционных. Его поддержат. Поддержат его беззаконие. Поддержат его силовиков, которые ведут себя более чем странно. И поэтому, мне кажется, в данном случае Алексей Навальный, который не оставляет эту борьбу, наверное, он герой. Но у меня есть вопрос для слушателей. Хочу быстро его задать. Сейчас у многих из сторонников... Вопрос, на самом деле, тем, кто поддерживает Алексея Навального, к которому я, повторюсь, я себя не отношу, но я хотел бы спросить у вас. Вы сейчас стоите перед выбором. Вот вы видите, как реагирует полиция. Явно это демонстрационные действия. Для того, чтобы вы остались дома, не ходили, не записывались волонтерами, на выборы хотя бы просто не пришли. Не надо уж там голосовать за путь. Просто посидите дома. Вам говорят сотрудники полиции таким образом. Вот этот агрессивный настрой власти против Навального сейчас мотивирует вас отказаться от его поддержки, переждать. Тогда ваш телефон 660-06-64. Или, наоборот, делает вас же более агрессивным. Тогда 660-06-65. Голосование пошло. Еще раз вопрос. Агрессивный настрой власти против Навального мотивирует вас отказаться от его поддержки? Тогда наберите номер 660-06-64. Или, наоборот, делает вас более агрессивным. 660-06-65. Матвей Геннопольский. Есть что сказать? Вот знаешь, интересно, Соломин говорил. Он так говорил. Он говорил, вот непонятно, почему действует так власть. Почему Соломин так говорил? Я не говорил так. Я сказал, что как раз понятно. Владимир Путин сделал свой выбор. А, так понятно. Да. Ну, так и да. И понятно, да. Знаете, тут вот интересный трюк, о котором мы с вами говорили. Интересный трюк получился с Навальным. Я коротко скажу, пока идет голосование. Вот оказалось... Только еще раз, уважаемые радиослушатели, ребята, вот пожалуйста, воспримите правильно мою фразу. Потому что она, ну, это технологическая фраза. Вот Навальный на сегодняшний день, это и есть жизнь страны. Или просто жизнь. Даже не жизнь страны, жизнь. Значит, что я имею в виду? Вот он сидел... Я оттолкнулся от фразы Соломина, которую он сейчас не сказал, но говорил, когда мы обсуждали тему. Вот вспомните, сидел Навальный 25 дней, и 25 дней не происходило ничего. Я не имею в виду, упаси Боже, штаб Навального, там, все вот эти вот, так сказать. Но то, что называется жизнью, то есть движением вперед, какие-то ожидания чего-то, вот просто, тупо, ожидания каких-то перемен. Вот это была прекрасная лакмусовая бумажка. Навального посадили, и закончилось все. Ну, чуть-чуть мы развлеклись по поводу бегства Мальцева, но это, так сказать, сейчас он вернется, он же согласился там вернуться, и так далее, не в том разговор. И как только вышел Навальный, он сразу сказал, мы что-то будем делать, и так далее. Слушайте, а ведь президент страны Навальный уже. Потому что именно с президентом страны должно ассоциироваться будущее. Какое будущее ассоциируется с Владимиром Путиным, кроме его мрачных желваков? Да никакое. А с Навальным ассоциируются перемены. А перемены должны ассоциироваться именно с президентом. Поэтому фактически он не коронован. Но что делать? Есть человек, с которым ассоциируются перемены. Он президент уже. Даже если его не изберут по тем или иным причинам. Подведем итоги голосования. 92% говорят, что агрессивный настрой власти против Навального сейчас мотивирует, наоборот, стать более агрессивными тех, кто его поддерживает. И 8% говорят, что это мотивирует их отказаться. Сидя на диванах, сторонники Навального начали активно ерзать и махать кулаками перед экранами компьютеров и телевизоров. Хорошо, хотя бы активно ерзать. Хотя бы активно ерзать. Потому что когда он сидел, даже не было активного ерзания. Штаны не протирались. А сейчас хотя бы протираются штаны. Надо ценить малое. Можем идти дальше? Давайте. Гендиректор Большого театра Владимир Урин за то, что внезапно за несколько дней до премьеры спектакля Нуреев в постановке Серебренникова взял и этот спектакль отменил. Сказал, что пришел на генеральный прогон и там понял, что спектакль то ли сырой, то ли что-то еще. В общем, выпускать это в таком виде нельзя. Я не знаю, кто... Вот нет среди моих знакомых людей, которые поверили бы Урину. Потому что сейчас то, что я наблюдаю среди своих знакомых, это сочувствие Серебренникова, сочувствие... Ну, потому что он... Я не верю, извини, я прерываю, просто одну фразу скажу. В адрес Серебренникова. А я знаю, в чем дело. Я знаю, в чем дело. Ну, ты сначала расскажи. Расскажи, давай зададим вопрос, а потом я скажу. Я точно знаю, в чем дело. Вот смотрите, да. Например, как газета Ру описывает скандал. Она пообщалась с теми, кто знаком с Урином, теми, кто работает в театре. По словам собеседника издания, Урина могли насторожить либо подробный рассказ о личной жизни Нуреева, который был открытым гомосексуалистом, либо обилие ругательств, которым Нуреев активно пользовался вне сцены. А также некоторые элементы сценографии, по некоторым данным, в спектакле используются фотографии обнаженного танцовщика. Я не верю, что глава театра не знает, какую постановку делают в его театре. Я не верю. То, что сделал Урин сам или не сам по какой-то, не знаю, там указке из Кремля, это некрасиво по отношению к зрителям, которые теперь, я знаю, Арина Бородина, например, наш теле обосреватель. Я знаю, что она, сегодня даже писала в Фейсбуке, она сдает билеты. Билеты стоили, вы знаете, что билеты в Большой театр стоят колоссальных денег. Все сдают билеты, хотя была предложена альтернатива в виде Дон Кихот. Никому нафиг не нужен Дон Кихот, потому что Нуреев Серебренниковым мог быть самым ярким спектаклем в этом сезоне, самым ярким балетом. Ничего этого не будет. Неудобно перед зрителями, неудобно перед труппой, которая время тратила, потому что там не самые последние артисты были задействованы. Перед тем же Серебренниковым неудобно. Ну, какого черта? Нет, самое важное. Вспомните, когда началась история с делом седьмой студии, когда были обыски у Серебренникова. Тогда Урин, между прочим, заступался за него. Прошел месяц с лишним. И где вот эта какая-то солидарность? Почему? Если это решение прислано сверху... Нет, солидарность есть. Дело не в солидарности. Задай вопрос, я тебе все отвечу. Вот просто отвечу на, почему такое произошло. Я не знаю. Хотя одна из претензий, которые сейчас есть в СМИ, вот, собственно, почему Урин, возможно, был против спектакля, это то, что будет звучать мат во время балета. Так вот вопрос как раз отталкивается от этого, могут ли в Большом театре идти спектакли, в тексте которых есть мат. Если могут, 660-06-64, не могут, 660-06-65. Горосование. Процесс пошел. Еще раз. Могут ли в Большом театре идти спектакли, в тексте которых есть мат? Если могут, 660-06-64, этого не должно быть, 660-06-65. А вот то, что... Теперь ответ на вопрос. Ты меня спросил фигурально, выражаясь, а что случилось? Правильно? Да. Подсказки две. Первая подсказка. Сам Серебренников очень глухо комментирует это. То есть, ему не хочется это комментировать. Он сказал, это решение театра, да. Да, это решение театра. То есть, я отказываюсь это дело комментировать. А второе, что Урин очень опытный человек, который поддерживал, как ты абсолютно правильно сказал, Серебренникова и так далее, и так далее. Ответ теперь, внимание, бам! А теперь правильный ответ. Значит, Урин руководит огромным театром, и он не хочет скандалов вокруг этого. Значит, он прекрасно знает, что половина трупы в Большом театре геи, но это никак не отражается на прекрасной работе всех служб театра и финансовой составляющей театра и так далее. Поэтому это его не пугает. Он человек опытный. Он испугался эффекта Матильды. Он не хочет следствия имени Поклонской, имени всех мракобесов, которые мы знаем, которые ну просто с наслаждением набросятся на этот спектакль. И по всей видимости, ему сказали, что этот спектакль вылезет ему лично боком. И театру тоже. Вот вы видите, сделан фильм Алексеем Учителем, в котором ничего такого нет, а просто рассказано. Там нет гейских связей. Да, там ничего такого нет. Там просто по мнению... То есть, сравнение с Учителем, она некорректная. До премьеры Учителя еще много-много месяцев. Еще раз, я тебе говорю, фильм сделан, фильм сделан. Вот зачем Урину нужны мракобесы, половина из которых в рясах, которые будут кричать, что большой театр... По-моему, Урин перестраховался, он решил себя обезопасить... Урин просто... Не себя, не надо так, не заужай его. Он же сегодня сказал, сегодня или вчера, что спектакль будет доделан. То есть, он сказал, там есть такая фраза, не то, что спектакль не готов, а там что-то там в этом спектакле будет такое еще доделываться. Он просто спасает театр. Поэтому он, тире, молодец. Проблема не в нем, проблема в стране, президентом которой все больше и больше становится Поклонская и Милонов. Где мракобесы и их предводитель, нынешний министр культуры, которые теперь на коне, ибо в одном из городов Российской Федерации восхитились его диссертацией, руководят российской культурой. Вот простой ответ. Ничего не надо гадать. Никто ни на кого не в обиде. Он поставил это на лист ожидания. Они будут думать, как поменять. Они хотят, прости меня, заручиться поддержкой людей повыше нашего министра культуры для того, чтобы, когда Поклонская ринется вперед, значит, по поводу того, что театр погряз в гействе, и попы, что отметит Невзоров в своей программе, начнут пляски трясунов вокруг этого театра, а всякие товарищи начнут сжечь шины и так далее, и так далее. Он этого просто не хочет. Он не хочет никого подставлять. Поэтому он мудрый начальник. Значит, мы переживем. Ну, те переживут, все переживут, кто купил билеты, потому что это могла быть последняя премьера и для Серебряников в Большом театре, и для Урина, как его генерального директора. Вот так, мои маленькие друзья. Подводим. Маленькие бурундучки. Подводим итоги голосования. 34% считают, что в Большом театре могут идти спектакли, в те тексты, в которых есть мат, где присутствует мат, 66-67%, да? 67%. 67% наших слушателей сказали, что не могут идти в Большом театре такие спектакли. Это и так. Вот это очень важное голосование, потому что оно говорит о том, как люди воспринимают Большой театр как национальное достояние. Спасибо большое. Соломин Нарышкин, Матвей Гонопольский и Света Ростовцева. Ребята, спасибо вам большое. Спасибо. Не будем... Ходить в Большой театр. Не будем забывать... Да, ходить в Большой театр. Спасибо. До свидания.